с консоли это хорошо значит так не надо пошарить скрин сейчас мне скажите видите да я как раз включил только что запись я сейчас выключу свою камеру так вы теперь должны видеть что у меня происходит на экране и поехали видно мой браузер с группой так все видят я просто свечнулся то есть я вас не вижу не слышу то есть говорите что то если там кто то что пишет по поводу раз консоли да сейчас мы прям на рест консоль честно говоря я сам с ним недавно познакомился пришлось по проекту вопрос был вообще объяснить что это такое как им пользоваться где чего писать правильно я понял да потому что я не везде указал вот допустим контент тайт потом контент хедерс и прочее прочее и поэтому получалась ошибка и потом я еще раз поискал видео где это консоль была вписал этот джейсон и тогда ошибка еще да смотри тут просто тут мы полностью имитируем то же самое что помнишь на лекции когда мы рассматривали ajax при помощи jquery да и там можно было параметрами все позадавать все что хочешь там можно было там библиотеке jquery очень много параметров описано для ajax запроса который ты можешь сам установить то есть ручками по сути вот это вот упрощенная такой юайчик сделали люди которые тебе позволяют уже это все проставить через юзер интерфейс и то есть с урлом все понятно да так вот и request ури потом контент type в зависимости от того что ты реально передаешь ну в нашем случае мы почти всегда тестируем rest ipi ну я по крайней мере не знаю кто чего потому контент type в application json поставил и забыл вот этот роботи это реально то что ты собираешься передавать формате джейсона то есть когда вы сюда пишите что что-либо не забывайте что джейсон имеет свой специфический формат то есть это не только как с джаваскриптом то есть ты не можешь здесь написать name равно там было ну типа как вот так вот бла 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 потому что это не валидный джейсон это не джейсон это ты правильно описал бы объект джаваскрипте но как джейсон это неверо потому что здесь должны быть двойные кавычки для названия свойства и должны быть двойные кавычки для назвать для самого значения то есть в основном в остальном все схоже то есть дальше новая пропорта цифры можно указывать так как есть и более значение тоже вот так вот вот это валидный джейсон массивы тоже тоже понимаете что там массив чего-то там и тут если что одно значение там второе и так далее для вот таких вот штук когда вам надо здесь передавать какой-то объектик формате джейсона есть другая штука другой плагин джейсон эдит вот он у меня такой очень удобная тузня потому что ты здесь ручками пишешь джейсон если ты где-то что-то неправильно указал то он ругается и можно делать двухстороннюю такую штуку из джейсона перегонять в объекты здесь в объектное представление вот как джаваскриптах там и так далее и здесь редактировать все то есть ты можешь какие-то что-то добавлять удалять ну полностью свои данные менять и в то же время отсюда вот мы удалим удалить какой-то раз два три элемента два элемента удалили и делаем стрелочку назад и получаем джейсон который для вот этого объекта то есть объект справа джейсон слева можем его скажем так минимизировать он кнопочка есть можем отформатировать чтобы было человека читаем а вот такую тузню вот а потом ты прямо отсюда можешь брать и свою rest консоль вставлять вот эти две тузни помогут тебе быстрее делать твою работу тестирование твоей пишки что касается хэдеров вот короче говоря здесь вы же понимаете что хэдеры тоже можно настраивать и некоторых ситуациях бывает используются свои кастомные хэдеры вот это как раз таки и есть то место где ты можешь какой-то хэдер добавить какой-то здесь ключ вписать ручками если он тебе нужен если ты знаешь что его ожидает твоя сторона сервера аттачменты приаттачить файл если ты имитируешь что-то такое типа как там было у нас форм мультипарт где там не помнишь валера где эта штука выставляется что самое то форма вот это мультипарт или как-то так типа помнишь когда вот я не могу не это только этот а там чтобы тачменты короче говоря то есть если там с оттачментами ты имитируешь примеру отправку формы то есть у тебя форма там на UI есть, но ты не хочешь ее менять и так далее, ты себе забиваешь здесь все свои значения, имитируешь отправку с аттачментом, к примеру, со своей аватаркой или еще чем-то там, что тебе нужно. Короче, вот это request payload это то же самое, что мы в постзапросе отправляем, да, ключ-значение, насколько я помню. То есть это было для хедеров с правой стороны, а это именно, если ты постзапросом там отправляешь там контракт ID какой-то 20 и тебе там еще там юзернейм какой-то отправить или коммент, то вот так вот можешь описать это все. Но тогда же единственное, что надо понимать, кстати, вот authorization тоже отдельно есть, header, его можно прям здесь использовать. В общем, вот этот headers, authorization, блоки, они чаще всего вам не нужны будут в том, что вы будете писать на данный момент. Вот есть кнопки внизу, в конце получается, но они все время висят внизу. Вот надо понимать, что ты опишку пишешь на get, post, put или delete запросы, потому, будь добр, нажми правильный вариант. Допустим, для поста, когда мы делаем пост, если у тебя опишка там принимает JSON, ты рассчитываешь в JSON, то ты тут должен все оформить как для JSON. Если у тебя не JSON, а стандартный пост-допрос, то есть без всяких там наворотов, то вот можешь так его оформить. Ну, в общем, тут все есть, берешь, пробуешь. По поводу вариантов отображения, реквеста и респонса, тут тоже все. Ну, мне чаще всего не нужен просто роботи, разобрать глазками, можно и так. Единственное, что когда будет ошибка, то тут она не будет отображаться, нужно включать дебаггер. Ну да. Там будет, ну типа, если сервак лежит, або сервак ответов, какими-то 500 статусом, то тут ошибки не будет, короче. Я вот куда-то непонятно, куда отправил запрос, он у меня завис. Так как он, да. Так как он, да. Не знаю, Юр, я помог тебе чем-то или нет с этим, но обычно... Ну да, спасибо. О, не, сказал тайм-аут, connection-тайм-аут, видишь? Какие-то ошибки даже говорит, и вот тут видно. Ну, информативность, скажем так себе, но если ты знаешь, что там должно... Я чаще проверяю, когда у меня уже опишка работает. Я просто хочу отправить, вот уже конкретно проверяю на логику какую-то, то есть мне надо какие-то данные специфические, вот параметры, то есть с этим параметром и с этим я должен получить такой-то ответ. С этим и этим, там другие поменял. Я должен такой-то ответ получить, там на пост, путь или делить запрос. Вот я чаще это тестирую. Если у меня она вообще полностью лежит и не работает, ну, то есть, типа там exception какие-то валятся, то как бы пока ты их не выпиляешь, то тут тебе тоже мало информации будет. Ну, иногда... А, ну, единственное еще тоже. Зачем нужна REST консоль? Потому что сделать ручками пост-запрос, put-запрос или david-запрос через браузер ты не сможешь. Ты только можешь делать get-запрос через строку с адресом. Вот для этого нужна эта REST консоль. Вот. Так, все, поехали дальше. Еще какие вопросы? Оу, бесконечные. Так, что там накидали? JSON-edit-online.org Кто шипит? Признавайтесь. Виктор, ты шипишь? Походу, да. Вот. Виктор исправился. Еще какие вопросы есть? У кого-то, может, по коду... Не молчим. Лесорук. Может, у кого-то есть проблемы с проектом. Вы можете прямо сейчас пошарить свой скрин. Мы посмотрим, поразбираем ваши ошибки и так далее и тому подобное. У кого там были проблемы, кстати? Я помню, что кто-то писал, что что-то надо там посмотреть. Надо даже опрос глянуть. Кому надо было прямо сегодня встретиться? Раз. Так. Станислав письменный. И Тарас хотел что-то пообщаться. Где все? Я там по другому вопросу вообще, в принципе. Так. Не по коду. По коду все, в общем, ясно. Да. Хотел сейчас спросить. Модули по коду. Аплоды. Картинок, которые нам уже использовали. Какие лучше использовать. Валера, мы использовали какие-то модули для аплода? Ага. Я использовал только... Подожди, ты про клиентовскую часть? Ну, вот именно как аватарка. Да. Но ты со стороны клиента или на стороне сервера, чтобы принимать эти картинки? На стороне сервера. На стороне сервера тебе экспресса сколько хватит. Да. Там у него в реквесте будет специфическое поле. Там, короче говоря, будет файл. И в котором будет вся информация о твоем файле содержаться. Там в дебаг режиме, можешь посмотреть его и увидишь. Или в консольку повыводить, как тебе удобнее. У реквеста будет вся информация. Когда ты будешь сабмитить форму со стороны клиента. Вот вопрос по поводу, как сабмитить эту форму со стороны клиента, как красиво это сделать. Для Angular есть, помню, какой-то модулек. Который там... Ну, в общем, уже люди написали. Красиво сделали по дизайну, как под Bootstrap. Подогнали все. То есть он выглядит, как типичный компонент, типа, инпута с кнопкой, насколько я помню. И ты нажимаешь, типа, выбрать файл. Нажимаешь загрузить. И оно там аккуратненько все делает в фоне. То есть там куча стилей, плюс джаваскрипты. И, короче, работает отлично. Я на одном из наших проектов использовал. Если надо будет, короче, поднимите в группу там где-то. Я потом найду и выложу. То есть для upload эту штуку, как она называется. И получается тебе что нужно? С той стороны ты делаешь upload, а на сервере ты уже будешь иметь файл. Единственное, надо вам разобраться с файлами. Что вы будете, как их обрабатывать? Вложить в базу или на файловую систему? Я в базу крайне не рекомендую. Потому что нет смысла утяжелять. Есть много вариантов, куда их можно положить. Но для ваших проектов достаточно будет вложить это все в каталог, какой-то внутри проекта. И только единственное, сразу наперед забегая скажу, что переименовывайте файлы, чтобы у вас никогда не было ситуации с дупликатами. То есть берите текущую дату, время вплоть до миллисекунды и давайте такое имя этому файлу. Вообще в каждом из тех проектов, которые мы давали, было бы круто, если бы вы реализовали что-то типа менеджера этих файлов, которые были загружены в систему. Чтобы администратор имел возможность увидеть список всех этих файлов, увидеть, используется ли какой-то файл в посте или еще где-то. То есть может быть пост удалили, а файл остался. Или, к примеру, один и тот же файл может использоваться в двух-трех-четырех местах, к примеру. То есть ссылка на этот файл. Если он не используется, то его можно, к примеру, из системы удалить. И только тогда произойдет реальное удаление с файловой системы этого файла. Это было бы круто на самом-то деле, если вы такое реализовали. Потому что, как показывает практика, файлы копятся, 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 потом информация о них в базе сохраняется, и рано или поздно возникает вопрос, какие из них еще нужны, какие не нужны. Поэтому менеджер был бы реально полезной штукой. Подумайте об этом. Это не так сложно. Вам там, по сути, надо сделать модельку, в которой вы опишите, где лежит файл, как он называется, какое его оригинальное было имя, расширение его, размер, к примеру, и так далее. То есть, какую-то мета-информацию. И все. Может, у вас есть вопросы вообще по заданиям? Потому что, как бы, я встречался с Юрой, видел Костю и Женю, да, вроде бы, в фике. И, ну, мы немного обсуждали сами темы курсовых работ. Может, у вас есть тоже какие-то, там, замечания, уточнения? Виктор, или говори, или замутируй микрофон. А то от тебя идет много шума. Я отключил Виктора. О. Так. Ну, что еще по поводу вопроса? Что, всем все темы понятны? Ни у кого нет никакого даже малейшего, там, как, чего, куда? Вон. У нас там такая оживленная дискуссия была. О, у Виктора вопрос по базе. Давай. Ну, можешь включить микрофон и сказать. Или, если я правильно понял, у тебя он просто не работает и издает шум. Ладно, ждем вопрос в чате. Алло. Да, слушаем. Отлично. У меня был настроен микрофон. У меня вопрос по поводу базы данных. Вот, когда работаешь, я немножко работал с реляционной SQL. Угу. 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 Уж, например, строить эти его продукты. По поводу списка, ты хочешь просто поговорить, да? Угу. 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 надо использовать такой метод, как populate, для того, чтобы просто подставить данные из другой таблицы в этот объект. То есть, Мангус все сделает за вас. Если у тебя список этих объектов, то там просто чуть-чуть по-другому описывается. Ты описываешь, что это список, в котором ты описываешь это как array. Может, надо показать? Пока еще понятно. Я пока что на фоне запущу веб-шторм, на всякий случай. Получается, ты можешь описать все. Подожди, давай вернемся к сути вопроса. То есть, почему надо делать или не надо делать? Я вот не пойму. Ну, надо сделать... Как правильно, да? То есть, у тебя будет... Да, у тебя будет объект order, у которого будет там, не знаю, products или goods, или как ты там назовешь его. У тебя будет это поле, которое в себе будет содержать массив, в котором ты опишешь, что каждый объект этого массива, это будет айдишка, которая ссылается на какую-то там модель. На продукты, да? Да, в данном случае на продукты. И мангуст тебя будет очень корректно понимать в этом плане. То есть, он будет знать, что туда потом можно заинжектить вот эти продукты, которые к нему относятся. Вот этим вот айдишкам. Я сейчас попытаюсь найти где-то у себя пример. Ну, я понял. То есть, лучше, лучше, чтобы делать вот этот array. Да, спасибо. Улё, она чуть? Да, чуть-чуть. Там Антон в чате вопросик задал по поводу Base64. В панописах расскажу так. Да, ну типа можно Base64 хранится что угодно. И нахриняшу займать воно будет в дуже багато місця. И вы впретесь в лимит рано или поздно. Система 32-розрядная? Там, где будет база, 64-розрядная? Антон. Окей, а если что-то не было? Повезло, но все равно будут обмежения в МОН-КОДЮ. По-моему, в 32-розрядная? Або в 64-розрядная? Вот. Если, типа, фотоблок будет там, ну, если разглядать ваш фотоблок чисто как курсовую работу, то типа пофиг, да? Но если вот прям, типа, такого, как там DeviantArt или что-то типа такого, там, где миллионы этих фотографий в базе точно не поместится все. Вот. Тому Вове каже, что треба зберегать все на файловом системе и типа так и делают. В базе зберегают так звані сабмейли, как они там правильнее называются. Это маленькие превьюшки. картинки типа сжатые там до какого-то, например, до одного мегапикселя. Просто маленькая версия, превьюшка, якби, тієї фотки. И, в принципе, вот, если вы будете фотоблок делать, то было бы круто, когда вы в момент загрузки фотки на сайт генерить ей оцю превьюшку, сабмейл, так званый, и его можно в бейс-64 в базу положить, в принципе, львко. Он там будет займать у вас, не знаю, кило 200. пофиг. Так что, я надеюсь, я ведь поверю на это питание. Так, да, приятно. И возвращаемся к описанию нашего магазина и продуктов. То есть, вот тут мой другой пример, где у меня есть какой-то документ, у которого среди участников, вот поле типа с участниками, которые принимают какие-то там, по моей логике, занимают какие-то роли в этом разработке этого документа. И вот я говорю, что эти участники, вот юзер, это будет конкретно айдишка юзера, который находится как модель юзер в базе данных и которая обязательно. Я говорю, что это будет описание какое-то по этому участнику и говорю, что у него какая-то будет роль. Типа он владелец, композитор, бэк-локалист или еще кто-то там такой. Вот пример того, как описывается список вот этих объектов, которые где-то находятся в другом месте. Вот у меня ссылки на получается на подобные документы. То есть я создаю здесь модель документа, но я также на нее ссылаюсь с каким-то дополнительным описанием. У меня по моей логике вот так это выглядит. Вот примерно. Ну там в доке все описано. То есть если залезть на официальную доку Мангуса, там есть хорошие красивые примеры, как это правильно делать. Да, ну и помимо этого всего можно просто тупо сберегать себе айдишку другого объекта, да? Ну чисто создать полы там типа я не знаю, артист.ид или шести и все. Просто сказать, что она будет схема обжит.ид и капец. И туда сберегать айдишку самого и потом додатково сделать еще один селет. Ну это ты говоришь про ручной вариант. Да, да, да. Я не помню, что я про это говорил, но типа не совсем правильно делать репликацию реляционного подхода в нереляционной базе данных. Ну типа связывать между собой коллекции и так далее. В принципе это делается, но это можно сказать винятки и более таки ну короче все можно делать только когда это реально нужно. Если у вас есть какие-то сущности великые и вам их нужно связать то это окей. А так то взагалі можно поживать все в один объект и не париться. Можно делать многобложенность. Например, я делаю фотоблог и у меня есть основная сторинка какого-то користувача и в ней есть фотки, то можно в коллекции користувача просто створить массив фоток и туда поживаются фотки. И ничего в цьому плохого немає. Из реляционной точки зрения это полный давно будет. Никто так делать никогда в жизни не будет в гостернях и так далее. На Монго по скорости абсолютно никакой разницы нет. Если вы сделаете две коллекции и их залинкуете между собой, у вас будет огромный деревовидный джейсон, который никто никогда в жизни не распасил. Монго дебе вообще пофиг, как вы это сделаете. Поэтому выбор с делами. Просто единственное, что фреймворки всякие мангусы и так далее, они уже диктуют более такой ООП-шный подход. И в принципе я вважаю, что это правильно, чтобы у вас было более-менш разделено на объекты логичные. Вот. Вот. Вот я так. ничего не запутал. В общем, робить так, как в оба кажутся. Но можно так не делать. И будет тоже нормально. Смотри, Валер, там по поводу того, что ты сказал... Блин, я мысль потерял. Да, там вот у вас есть фотоблок или там социальная сеть, и там есть такие... у вас будет задача реализовать комментарии. Вот эти комментарии вы можете как раз таки и описать... Там даже на сайте Мангуса есть такой пример, что вы описываете дополнительную мини-схему здесь же, в этом же файле, и потом ее просто используете. То есть указываете, что там тоже свои определенные поля, свои какие-то валидации на эти комментарии, к примеру, и у вас будет здесь там отдельное поле comments, в котором вы опишите, что у вас там массив этих комментариев, и все. И не надо хранить их в отдельной таблице, по сути, потому что конкретно эти комментарии, которые будут к этому файлу или пасту относиться, они вам всегда только здесь будут нужны. Не будет ситуации, когда вам надо будет эти комментарии заинжектить в один объект или в другой объект. Понимаете? То есть не надо усложнять себе жизнь, если никогда такой ситуации не произойдет. Правильно, Валер? Огонь. Да. Я бы краще не сказал. Единственное, что, ну, типа, вы сейчас все юниори в той или иной мире, и вам, иногда, будет сложно понять, где что, ну, как лучше сделать, то, типа, задавайте вопросы. С конкретным примером. Типа, у меня так и так, как лучше сработать. Любой, господин Вола вам с радостью ответит. Вот, кстати, хороший пример, прям сразу про популейт, о том, как описывается схема с человеком и какая-то история, схема истории. И мы здесь говорим сразу, что креитор это будет вот этот один персон или фанаты, которые вот так вот будут описывать. Видите, сначала идет описание, что это массив, а дальше мы описываем, что внутри будет объект, даже number просто используется, а не object ID, не знаю почему. И ссылка на person. А, потому что здесь ID как number указано. Все, тут все ясно. Тут нормально. И давайте где там пример. вот, вот он пример, когда мы достаем историю, достаем, говорим, что мы будем, кстати, там были уже у меня вопросы, ребята не понимали, как это все работает. Есть два подхода у мангуса, либо вы сразу вызываете метод и передаете в него callback, как это было для find, find one и так далее, в тех случаях, которые мы рассматривали на лекции. Мы здесь писали бы find one и передали бы сразу callback, это значит, что эта функция сразу выполняется. И есть второй подход, когда мы описываем, что мы у story будем доставать одного, вот с таким-то условием поиска, мы будем популяйтить вот этого креитора, который у нас там в модели описан, что он ссылается на модель person, вот, и он туда подставит объект этого персона. И вот третье действие, последнее действие, мы делаем вот этот exec, типа выполнить, вот все, что мы тут приготовили, там еще может много разных действий, быть сортировки какие-то, там, фильтрации и так далее. И вот мы потом в конце говорим выполнить. И вот эта функция callback, это та же самая, которую мы по сути раньше передавали прямо вот в этот find1 или find. видите, тоже первым параметром получаем ошибку, вторым параметром мы получаем уже наш сам объект, в нашем случае это история, и дальше мы его как-то обрабатываем, то есть или это ошибка будет, либо мы вернем его в этом респонсе клиенту и так далее. То есть подход чуть-чуть другой, потому что мы готовим заранее наш запрос в базу данных. Вот как работает этот подпилайт. у меня вот к примеру в моем проекте сейчас я покажу я искал где же я делаю популейт в сервисе, а я его в сервисе не делаю, потому что я тут использую deep популейт и я делаю популейт прямо на ходу. Я описал в модели вот этой, когда описываю схему, я тут еще одной строчкой добавил, что я буду популейтить вот этих вот участников вот этих участников и у них конкретно поле юзер. Видите? и я говорю, что я буду выбирать все, кроме пароля. То есть у юзера, который у меня описан в модели юзера, там есть пароль, я его не буду доставать. То есть мы игнорируем его вот этим вот описанием. Я говорю, что мы всегда, когда достаем этот документ, будет доставаться юзер, но у него никогда не будет показываться паспорт. И получается там, где я делаю у себя в каком-то point service, кажется, find, или find one, он, насколько я помню, у меня уже достает именно с этим юзером, ну, с этими участниками из таблицы юзеров все данные, которые мне нужны. Вот так это работает. cool? В огонь. Так, где вы там, где вы там, что-то мы еще по вопросу. Так, что еще хотите узнать? Жалуйтесь. может, поразбирать все-таки самое задание по курсовой работе? А то, может, есть какое-то недопонимание объема работ или визуального представления там каждой страницы, которую мы попросили вас сделать. Ась, не слышал никого? В принципе, все понятно. А по поводу на следующем тежнему мы будем сборать? Уже будут такие общие просто там есть вопросы задавить. У нас будут короткие лекции. Мы будем готовить такое, знаете, в плане протестирования, про веб-сокеты, может, про какие-то конкретные модули, которые мы считаем важными для вас или какие-то другие мелкие технологии, которые вам упростят жизнь. То есть такие, типа, мини-доклады, не знаю, минут на 20-30, потом ответы на ваши вопросы, там, помощь по коду, если вы принесете, что посмотреть, и все. В таком формате будет дальше. Я на следующем точно не буду. А таки тоже не знаю, что будет. В общем, работу там предложили, так что. Ого, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Я, наверное, знаю. Давайте я, может, немножко по самому заданию курсовой работы расскажу. Мы с Валерой описали, это самое будет смотреть в видео, я думаю, все, потому пусть послушают. мы попросили вас описать по несколько страниц и функционал, который должен быть на них. Это значит, что мы будем ожидать увидеть этот функционал по завершению вашей, по сдаче вашей работы, работы. Но вас никто не ограничивает добавить что-то новое. К примеру, если мы описали, что в нашем фотоблок у нас там только счетчик просмотров есть, то мы как бы вам не запрещаем вкрутить туда лайки или вкрутить туда еще что-то там покруче. Понимаете? То есть может вы хотите не только фотографию постить, но и большое описание там с заголовками, ссылками и так далее. То есть позволит не простой текст писать, а по сути мини-статьи или сделать, чтобы это были мини-статьи, в которые вы вставляете там свои фотографии. То есть типа навороченный фотоблок. Ну минимум от фотоблока ожидается, что это будет как бы аналог инстаграма в какой-то там мере. Да? Ну а максимум вы можете всегда улучшить. Еще там с ребятами говорил, с которыми встречался, о том, что реально когда вы допишете, это все займет, ну должно занять у вас не так много времени и у вас в итоге будет время, чтобы привести в порядок внешний вид и может быть даже заняться какими-то улучшениями. Один из вариантов улучшения, я считаю, Валера со мной согласится, если вы, к примеру, договоритесь с другим работающим проектом о том, чтобы заинтегриться своими опишками, к примеру, ну, вы будете предоставлять какие-то фотографии по тегам в социальную сеть или предлагать пользователю зарегистрироваться в социальной сети, залинковаться и делать пост в нее через ваш, ну, к примеру, вы публикуете здесь фотографию, говорите, также опубликовать вот в ту социальную сеть и он там автоматом будет появляться в вашем профиле это фотография, это было бы вообще просто сумасшедше, ну, это сразу дополнительная галочка, плюсик обоим командам, которые это реализуют. но и еще одно по поводу проектов. Проекты по сложности разные, мы с Валерой не делали их на одном уровне, потому для кого-то социальная сеть может быть покажется и простой, для кого-то она в то же время покажется сложной, потому что чат реализовать довольно-таки непросто, если реализовать его хорошо. И еще могу одно сказать, выбирайте тему по своему внутреннему ощущению, потому что вы должны в теме все понимать. Если вы не понимаете, как работает социальная сеть, вы не должны ее брать. Или вы не понимаете, как работает Booking Service, потому что у вас будет просто проблема с написанием логики самого приложения. Вот, если вы знаете, как работает фотоблок, то есть вы знаете, что там должно быть, какая страничка, у вас есть просто представление, как оно работает, то берите эту тему и не мучаетесь. Потому что вы зависнете, к примеру, в этой социальной сети во всех нюансах вот этой дружбы и так далее или в Booking Service по поводу отчета, как его делать, как делать календарь, к примеру, вот, визуально представлять его, как его в базе с этими датами работать. Если вы чувствуете сложности, то выбирайте другую тему. То есть мы уже с Валерой как бы проще смотрим на это все, потому что все эти проекты включают минимальный набор технологий и проблем, с которыми вам придется столкнуться. Ясненько? Мне не создают сразу него лучше. По поводу админ панели, там где вот указано, что для админа страница управления пользователем. Смотрите, мы, я думаю, должно понятно, что будет список пользователей, которых можно будет заблокировать и потом страница будет недоступна. Если там есть комментарии или посты в социальную сеть или там этот фотоблог, пусть будет даже еще поиск по этим фотографиям и их тоже можно будет блокировать или комментарии какие-то блокировать. Вот варианты расширения на эту тему, то есть мысль продолжаем, да, вы сделали проект по фотоблогу и вам чего-то не хватает. Мы это с ребятами обсуждали. Вы, к примеру, можете добавить кнопку пожаловаться на фотографию и если эту кнопку нажало три человека, к примеру, там, три или пять, да, у вас в админ-панели для администратора будет появляться какой-то notification или будет специальная табличка, где будут собираться вот такие фотографии, на которые пожаловались, чтобы ему было легче находить вот этот невалидный контент. К примеру. Ну, это из вариантов, что можно улучшить и где можно еще поиграться, если у вас, вы видите, что проект слишком простой для вас. Да, те, что описано в документе, это типа базовые вымоги. Если вам хочется наворотить своего чувства, вообще не вопрос. Единственное, не забывайте про одно, сделайте минимальный функционал, даже без внешнего вида, чтобы он работал, потому что мы будем с вас требовать этот функционал, который описан. Если вы добавите что-то больше, будет круто, но если вы просто будете запускать свой проект, он будет валиться постоянно, и, к примеру, на регистрации будет недостаточно валидации, я смогу положить систему еще с одного только входа в нее, то, как бы, понимаете, надо заняться основными вещами. если у вас вот эта кнопка пожаловаться не совсем корректно будет работать, ну, и фиг с ней, потому что мы ее как бы и не просили. Вот так. Что, вы там все микрофоны повыключали, наверное, чайок пьете и что-то топчете вкусненькое, да? Да. Я так и люблю. Не, смехом по поводу свалить систему, вот, смотрю в чате, ну, был недавно случай, когда просто сделали изменения в одной части проекта, а регистрация перестала работать, и все. Я прихожу как новый пользователь, и там, мне надо там показывать проект, я запускаю проект, а я не могу даже пройти регистрацию. Да, потому что жизнь, она боль. Так, народ, у вас двихвы, кто держался до последнего и хотим задать вопрос последний. Ваше время настало. Там вопрос, смотрю, по дедлайну. У нас, я так понимаю, Валера, если правильно, я видел там в чате с преподавателями, то где-то в середине апреля мы уже должны проверять ваши работы. Правильно, Валер? Или как-то так? В принципе, до конца березня можно часа до 25-го затянуть. ну, в принципе, та, я написал трохи більше месяця. Або середина березня, або кінець березня. Вот. По сути, месяц. Я бы ставил собі дедлайн месяц з сьогоднішнього дня. Ми будем дивитися, як у вас буде получаси. Бажано, щоб ви приходили на лекції і показували, що у вас щось там працює. Да, давай, наверное, договоримся, Валер, в середине срока провести какой-то обзор, там, текущий статус. Ну, так. Типа, як предзащита. Якщо, будете не успевать всіхором, то тоді придеться нам якось корректировать вимоги і таке. Но, конечно, те, що ми там в докі написали, це такі, мінімум-мінімум. Коли прийдете на реальну контору, на реальний проєкт, то у вас глазки округляться. Тому, чим більше ви успієте, тим краще для вас. Чим більше успієте познати. Як казав Азаров, беріте в руки лопати і копати. Так, все, 20.00, бочек. Ого, я пішов гулять. виглядь. Виглядь. Окей. Давай, Валер, пока. Все, тогда ми тоже разбегаемся, я не вижу больше никакой активності от вас. Ну, я, собственно, к этому і ввел, да. Все, народ дропає. Все, пока-пока. Пока-пока. ПОЩЕНИЕ ВЁЛ